Приветствую, друзья! С вами Дмитрий Говдя, автор проекта ddfispeak.com. Мы снова продолжаем нашу финансовую тему и на этом уроке мы рассмотрим существенную цена и выражение, которое с ней, с этим существительным связанным. Итак, как будет на немецком языке слово цена? Цена будет der Preis, der Preis, если нам нужно сказать во множественном числе, это будет die Preise, die Preise. Могут быть высокие цены, Heuer Preise, Heuer Preise, могут быть низкие цены, Нидрige Preise, Нидрige Preise. Значит, для того, чтобы спросить нам, какая цена, на какой-нибудь там товар, например, то мы должны спросить, что есть цена и потом уже уточнить на, вот на мы рассмотрим чуть позже. Итак, какова цена? Дословно, что есть цена. Да? Was ist der Preis? Was ist der Preis? Хорошо. Если мы хотим уточнить, и кстати, здесь мы можем сказать еще другой вариант. Was ist der Preis? Первый вариант. И второй вариант. Wie hoch ist der Preis? Как высока? Wie hoch ist der Preis? Есть два равнозначных варианта, можно применять один и другой вариант. Если нам нужно уточнить цена на что-либо, если нам нужно уточнить цена на и говорить на что именно, то мы применяем предлог für. После für у нас идет accusative. Für принадлежит группе предлогов, которые требуют после себя accusative. Итак, давайте скажем, например, цена на... какова цена на этот товар? Да? Это дизер. Дизер. Да? Окончание р. И, как я сказал уже, после für нам нужно поставить в accusative. Дизер изменяется окончание точно так же, как и у определенного артикля. Der. Дизер. Вспоминайте, как будет в accusative, как изменяется артикль der мужского рода. Да? Он изменяется на den. Der. Des. Dem. Den. Да? Точно так же изменяется и дизер. Получается дизен. Товар. Хорошо. Der article. Если у нас есть указательное местоимение этот, да, то нам уже der не нужно. Article. Значит, начальная форма этот товар. Дизер артикль. Нам нужен accusative на этот товар. Получается für diesen артикль. Итак, давайте скажем это все предложение. Какова цена на этот товар? Попробуйте сами. Отлично. What is the price for diesen артикль? What is the price for diesen артикль? Хорошо. Теперь давайте спросим, по какой цене? Например, там, по какой цене вы продаете что-нибудь, да? Сначала по цене. Это выражение. Просто запоминаем. Zum price. Zum price. По цене. По какой цене? Это нам нужно еще вопросительное, вопросительное местоимение какой, да? Welcher. Welcher. Начальная форма. И теперь давайте чуть-чуть более детально вот это выражение по цене. Zum price. Это сокращенная форма от zu dem price. Zu – предлог, который требует из себя датив. Поэтому der price мы поставили в dem. В дативе получилось dem. Zu dem price. Сокращенно zum price. И если мы вставляем еще вопросительное местоимение какое, то у него будет такое же окончание, как у определенного артикля. Dem – diesem. Извиняюсь, не этот, а welchem. Welchem. Получается zu welchem price. По какой цене? Zu welchem price. Вы продаете этот товар? Покупать – kaufen, продавать – verkaufen. Итак, по какой цене? Zu welchem price verkaufen Sie? Обращение к одному человеку на вы, да? Verkaufen Sie diesen artikel? Продаете что? Вопрос – что, если это не подлежащее, это будет аккузатив. Продаете, вы продаете товар – что, да? Поэтому dieser артикль ставим в аккузативе и будет diesen артикль. Еще раз все это предложение. По какой цене вы продаете этот товар? Су welchem price verkaufen Sie diesen artikel? Попробуйте сами. Су welchem price verkaufen Sie diesen artikel? Отлично, хорошо. Например, мы можем сказать предложение в прошедшем времени. Давайте скажем, я купил этот товар по высокой цене, да? По высокой цене. Высокий – hoch. Ну, когда мы согласовываем, например, с существительным, у нас c выпадает, получается zum hohenpreis. Zum hohenpreis. По высокой цене. И здесь у нас прошедшее время, да? По я купил товар по высокой цене. Это у нас perfect, разговорное время perfect. Покупать kaufen. У нас было только что вопрос продавать, да? Verkaufen. Сейчас мы применим глагол, слабый глагол kaufen – покупать. Итак, нам нужен формула, значит, для прошедшего времени. Глагол haben, да? Вспомогательный. И партицип 2, третья форма слабого глагола kaufen. Третья форма будет gekauft, да? Мы её сами образовываем. Итак, я купил этот товар по высокой цене. Ich habe, да? Вспомогательный глагол haben. Ich habe diesen artikel zum hohenpreis. Есть, да? Здесь тоже самое. Я купил, что этот товар. Здесь будет именно аккузатив. Хорошо. Значит, мы спрашиваем. По какой цене вы купили этот товар, да? Человека на вы? «За welchem Preis haben Sie diesen artikel gekauft?» «Zu welchem Preis haben Sie diesen artikel gekauft?» А Вы отвечаете, я купил этот товар по высокой цене. Попробуйте сами сказать. Ich habe diesen Artikel zum Hohen bei Eis gekauft. Есть, да? Хорошо, давайте еще рассмотрим глагол тратить, да, деньги, что касается денег, тратить. Ausgeben. Aus – приставочка отделяемая, и если это настоящее время и в предложении только один глагол тратить, то Aus будет отделяться и идти в конец. И это сильный глагол. Ausgeben. Geben снова, да, это сильный глагол во втором и третьем лице, единственного числа меняется и корневая гласная – E на I. То есть, ну, мы сейчас все проговорим это. Например, я много, я трачу много денег. много денег, много денег, viel Geld, viel Geld, я трачу много денег. Ich gebe viel Geld aus, ich gebe viel Geld aus, как видите, aus пошло в конец. Начальная форма – Ausgeben, здесь aus пошло в конец. Ты тратишь много денег. Du gibst viel Geld aus, du gibst viel Geld aus. Ты – Du – это вместо меня второго лица и единственного числа, здесь меняется и корневая гласная. Хорошо, давайте уточним, на что именно. Здесь тратить на будет также, как с ценой, предлог für. Давайте, например, я, ты много денег тратишь на бензин, например. Benzin, Benzin. Das Benzin, можем das опустить, значит, ты много тратишь денег на бензин. Я скажу, а вы потом попробуйте повторить. Du gibst viel Geld für Benzin aus, попробуйте сами сказать. Du gibst viel Geld für Benzin aus, да? Хорошо, давайте скажем, мы должны меньше тратить денег, пускай будет на арендную плату, die Mitte, die Mitte. Мы должны меньше денег, weniger Geld, меньше weniger Geld тратить на арендную плату, die Mitte, арендная плата. В этом предложении два глагола – должны и тратить. Если, да, такой расклад, то второй глагол, первый глагол на второе место идет, как обычно, да, в повествовательном предложении. Второй глагол пойдет на последнее место в неизменной форме – тратить, ausgeben, оно как было, так и остается в конце. Ну, то есть, мы его поставим именно в этом предложении в конце. Итак, мы должны меньше денег тратить на арендную плату. Я скажу, вы повторите. Wir müssen weniger Geld für die Mitte ausgeben. Попробуйте сказать. Wir müssen weniger Geld für die Mitte ausgeben. Мы должны меньше денег тратить на арендную плату. Хорошо. С Ausgeben понятно, да? Давайте для разнообразия скажем еще в прошедшем времени. Я… мы потратили много денег на арендную плату. Ausgeben… как я сказал, geben – сильный глагол. Нам нужно знать третью форму. Geben gab gegeben. Вот наша третья форма – gegeben. Ну, мы еще должны приставочку, да, прибавить. Aus плюс gegeben – получается ausgegeben. Это для прошедшего времени. Нам нужна эта форма. Итак, я… давайте мы, да? Мы потратили много денег на арендную плату. Значит, wir haben… вспомогательный глагол haben, да? Wir haben viel Geld für die Mitte… и что в конце? Ausgeben. Попробуйте сами сказать все предложение еще раз. Wir haben viel Geld für die Mitte ausgegeben. Wir haben viel Geld für die Mitte ausgegeben. Есть, да? Хорошо. Значит, мы разобрали сегодня выражение с существительным цена – der Preis. По какой цене – zu welchem Preis. По высокой цене – zum hohen Preis. Можно сказать, по низкой цене – zum niedrigen Preis. И так далее. Вопрос – какая… какова цена? Was ist der Preis? Was ist der Preis? И für… уточняем. Für diesen Artikel. Für dieses Auto. На эту машину. И так далее, да? И мы разобрали глагол тратить. Ausgeben. Ausgeben. Для образования прошедшего время у нас форма… Ich habe ausgegeben. Я потратил. Да, например. Ich habe ausgegeben. Du gibst viel Geld aus. Du gibst viel Geld aus. Ты тратишь много денег. Здесь меняется корневая гласа на настоящее время. На этом все. С вами был Дмитрий Говдя. Пока.